Сегодня президент России Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Она длилась 4 часа 18 минут. Было задано более 70 вопросов. В этом году навстречу аккредитовалось рекордное количество представителей прессы. 1895 человек. На пресс-конференции работала и наша творческая группа Анжелика Григорьева и Андрей Шоклев. За 4 часа 20 минут 58 журналистов смогли задать свои вопросы. Центральными темами 15-й пресс-конференции Владимира Путина по традиции стали экономика, международная обстановка и региональные проблемы. Свой вопрос мне задать не удалось, а вот узнать, что же волнует моих коллег из других регионов, получилось. В центре международной торговли многолюдно становилось уже 7 утра. Пока одни журналисты выстаивали очереди для получения аккредитации, другие уже вовсю общались с коллегами и вели прямые трансляции. По традиции привлекали внимание пишущие братья и все, кто приехал на мероприятие в национальной одежде. На вопрос журналиста о повышении зарплаты медицинским работникам и развитии первичного звена здравоохранения Владимир Путин отметил, что выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Деньги направят на техническое оснащение, а это 10 тысяч единиц оборудования, а также закупку транспорта в количестве 37 тысяч единиц. Также правительством России принят ряд мер, которые помогут решить проблему лекарственного обеспечения. Как отметил Владимир Путин, одно из решений – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. В ходе встречи журналистов с президентом вопросы касались работы правительства и Госдумы, также реализации национальных проектов, захоронения тела Ленина и другие. В преддверии Нового года один из журналистов предложил 31 декабря сделать выходным днем. По мнению президента, такие решения не принимаются в спешке. Необходимо провести анализ, чтобы не нанести вред огородникам, которые в мае посвящают себя дачным работам. В следующем году будет новая пресс-конференция, новые темы. Не исключено, что рекорд 2019 года по количеству зарегистрированных СМИ снова будет побит. Более подробная информация завтра в наших выпусках новостей. Анжелика Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.